Всем доброго времени суток. Сегодня обзор новинки от компании Atuman, партнера компании Xiaomi. Лазерный уровень, так о нем пишут на некоторых торговых площадках, но вернее будет сказать, что это угломер с функцией лазерной разметки. Моделька Li-1. На мне приехал полный комплект этого уровня, собственно сам уровень и отдельно фирменный штатив для него. Давайте распакуем и посмотрим, что у нас входит в комплект поставки. Небольшой мануал на английском и китайском языках. Собственно сам наш угломер и зарядный кабель для него. Кабель у нас стандарта Type-C, все по-современному. Снимаем с угломера защитную пленку и вот собственно наш угломер в полностью алюминиевом корпусе. Давайте его пока отложим в сторону и посмотрим немножко поближе на штатив. Не знаю, можно ли это называть полноценным штативом, скорее это некая подставка для крепления нашего угломера. Состоит он из основания. Основание полностью пластиковое, довольно легкое, примерно раза в 2-3 легче самого угломера. Так что может случайно перевернуться. С обратной стороны основания есть вот такая вот резинка, закрытая защитной пленкой. Если эту пленку снять, то поверхность более-менее липкая. Вот даже можно на палец приклеить это и удерживаются. Производитель пишет, что вот этой вот липкой поверхности достаточно для того, чтобы держать этот штатив вместе с угломером, например, на стеклянной поверхности или на керамической плитке. Вот такая вот ножка для нашего угломера. Она не раздвижная, то есть вот это вот максимальная высота, на которую она поднимает угломер над основанием. Тут у нас примерно 9,5 сантиметров. Ножка устанавливается в основание и с обратной стороны это нужно расклинить вот таким вот шурупом. Несомненным плюсом этого штатива является вот такой вот металлический подшипник, который производитель установил в основание. За счет этого подшипника угломер очень хорошо поворачивается на этом штативе. То есть если вам нужно сделать круговую разметку, вы устанавливаете угломер, включаете лазеры и дальше свободно можете его вращать за счет подшипника. Но сейчас у меня не расклинено, поэтому немножко вся эта конструкция шатается. При этом спасибо большое производителю. Вот здесь вот в основании он не стал сильно мудрствовать и установил сюда стандартную гайту для фототехники. С резьбой 1,4 дюйма. Поэтому этот угломер можно закрепить на любой фотоштатив. Вот например на таком малыше он без проблем устанавливается и хорошо держится. Так что если у вас есть фотоштатив подобный или например фотострубцина, что еще удобнее. Можно просто зацепиться за любую поверхность, зажать ее и закрепить этот угломер например на трубе отопления или там на подоконнике еще где-то. Это еще удобнее. Если у вас ничего нет, то возможно имеет смысл приобрести вот такой вот фирменный штатив. Продается он отдельно. Ну а теперь переходим непосредственно к самому угломеру. Я думаю вам это будет поинтереснее, чем мои рассуждения о штативе. Как я уже сказал, корпус угломера полностью металлический. Это у нас алюминиевый профиль. Длина корпуса 12 сантиметров. Ширина примерно 3,5 сантиметра. Ну или высота. И ширина где-то 2 сантиметра. Ну чуть больше. 2,2 где-то так. На лицевой поверхности у нас основной дисплей. На верхней грани есть дополнительный дисплей. Две кнопки управления. Снизу помимо штативной гайки за вот такой вот резиновой заглушкой располагается порт для зарядки стандарта Type-C. Отверстие для крепления темляка. На мой взгляд, очень спорное расположение. Это у нас все-таки угломер. И он предполагает измерение угла наклона какой-либо плоскости. Соответственно, если мы измеряем плоскость, то его нужно максимально плотно и ровно приложить к этой плоскости. Если здесь будет закреплен темляк, то мы теряем как минимум одну плоскость измерения. А на мой взгляд, эта плоскость очень важна, потому что измерять как-то вот так дисплеем вверх будет явно неудобно. Тут же у нас есть логотип производителя, серийный номер угломера и данные о емкости аккумулятора. Заявленная емкость 730 мАч. На торцах угломера расположены линзы для лазеров. На линзах нанесена разметка в виде елочки. Включаем наш угломер, для этого нажимаем правую кнопку. Пару секунд и угломер загрузился. Как я и говорил, это у нас основной дисплей, сверху расположен вспомогательный. Угломер делает замер одновременно в двух плоскостях. В инструкции производитель называет их плоскость X и плоскость Z. Первая плоскость у нас проходит по лицевой и задней грани угломера, ну или где-то посередине угломера, но соответственно параллельно лицевой и задней грани. То есть если положить угломер на столешницу, мы получаем 0 градусов по одной плоскости и 0 градусов по второй плоскости. Нижний угол у нас отвечает собственно за вот эту вот плоскость нижнюю и верхнюю, а верхний угол отвечает за плоскость, которая проходит через верхний и нижний торец угломера. Если угломер вращать вот так вот, у нас меняется верхний угол, 90 вот градусов сейчас примерно получится. А если угломер наклонять вот таким вот образом, то меняется у нас нижний угол. Производитель пометил одну плоскость красным цветом, вторую синим. И когда мы смотрим на верхний дисплей, то сюда выводится значение углов каждой плоскости попеременно. Соответственно подсвечивается красным, либо синей полоской, для того чтобы можно было понять, какая в данный момент плоскость выводится на дисплей. Если вы какое-то время удерживаете угломер в статическом состоянии, то есть углы не меняются, например, вот вы положили его на измеряемую поверхность и он полежал на ней несколько секунд. После этого раздается писк и угломер фиксирует значение. Теперь его можно взять в руки, посмотреть на измеренные значения, при этом они меняться не будут. Здесь на экране горит вот такая вот буквочка H, которая сообщает нам, что значения зафиксированы. Если мы хотим отменить эту фиксацию, то нужно кратковременно нажать левую кнопку на угломере. Фиксация отключается и угломер опять делает замер. Если вы его будете держать постоянно в движении, то есть угол будет меняться, значение зафиксировано не будет. При этом, если изменение значения будет очень незначительное, ну вот в пределах цифры после запятой, то фиксация может включиться. На мой взгляд, это не очень удобно, когда вы делаете какой-то более-менее точный замер. Ну, хотите сделать точный замер. То есть, вот я пытался, например, приложить его к полке и вылавливать вот так вот ровный угол. И он у меня в какой-то момент взял вот так в руках просто раз и зафиксировал значение. Так как он у меня приложен был вот этой гранью, то добраться до кнопки я уже не могу. Соответственно, мне нужно отодвигать его от измеряемого предмета, отключать блокировку и начинать свое измерение заново. К сожалению, производитель не предусмотрел возможности отключить функцию блокировки значения. Не знаю почему, на мой взгляд, было бы удобно. Помимо непосредственно цифровых значений, здесь у нас выводится еще вот такая вот подсказка. Для красного угла она выводится в виде вот такой вот красной наклонной линии. Для синего угла вот тут вот переключается вот этот вот промежуток, двигающийся вверх-вниз. Соответственно, когда вы наклоняете угломер в ту или иную сторону, вот эта вот подсказка показывает вам примерное положение угломера относительно горизонта. Какой угол у вас завален, больше или меньше по горизонту. На дисплее нам выводят точность с 0,1 градуса, но производитель в инструкции заявляет, что точность плюс-минус 0,5. Соответственно, это нужно учитывать, когда делаете измерение. Получается, что примерная точность, ну плюс-минус 1 градус можно ориентироваться. Ну, может быть, полградуса, как заявляет производитель. Но, соответственно, если вот положить его на стол на мой, у меня получается, что угол столешницы чуть-чуть завален на меня, и угол у нее 89,1. Соответственно, если опираться на инструкцию, то у нас получается, что этот угол от 88,6 до 89,6. Ну, вот плюс-минус. Помимо того, что угломер делает абсолютные замеры углов, он может еще делать так называемые относительные замеры. Для этого его нужно зафиксировать в том положении, относительно которого вы хотите делать измерение, и дальше нажать и удерживать вот эту вот левую кнопку. Несколько секунд, после этого на дисплее загорается буква R в кружочке, и теперь угломер базовой плоскостью, базовым положением считает не линию горизонта, а то положение, в котором вы его зафиксировали. Вот у меня теперь в вертикальном положении получается 0 градусов наклона, а если его положить на столешницу, то получается вот примерно 88 градусов. То есть он у меня теперь измеряет с разницей в 90 градусов относительно горизонта. Функция бывает удобна, тогда нужно замерить угол между несколькими объектами, угол расположения их относительно друг друга, чтобы не заниматься лишними вычислениями, измерив угол одного объекта от горизонта, измерив угол второго объекта от горизонта, таким вот образом делать измерение взаимного расположения объектов. Для того, чтобы выйти из режима относительных измерений, опять нужно нажать и несколько секунд удерживать левую кнопку на угломере. Ну а теперь давайте поговорим про лазеры. И почему я говорю, что это именно угломер с функцией лазерной разметки, а не лазерный уровень, как пишут в некоторых интернет-магазинах. Нажимаем кратковременно кнопку включения-выключения, и у нас загораются два лазерных излучателя. Они оба крестовые, расположены на торцах нашего прибора. Лазерный луч, как вы можете видеть, красного цвета. Производитель заявляет максимальную дальность, на которой можно использовать эти лазеры, 10 метров от излучателя. При этом в инструкции есть отдельный пункт, который говорит, что точность измерения, точность разметки падает примерно на 1 миллиметр на каждые 5 метров расстояния. То есть на расстоянии 5 метров от излучателя лазерный луч должен увеличиться на 1 миллиметр и на расстоянии 10 метров заявленного максимума на 2 миллиметра. Это очень интересно, но хотелось бы знать, сколько же у нас лазерный луч изначально. На данный момент у нас толщина лазера составляет примерно 2 миллиметра, ну может быть 3 миллиметра, вот не сильно видно на линейке, ну будем считать 3. Соответственно, если верить производителю, то на расстоянии 10 метров от излучателя у нас толщина лазерного луча не должна превышать 5 миллиметров. На мой взгляд, даже 5 миллиметров это уже не так уж и мало, но давайте проверим, а так же будет на самом деле. Для начала я решил сделать замер на расстоянии 3,5 метра от прибора. И тут у нас линия растянулась уже до 4 миллиметров. А нам обещали, что получится всего лишь миллиметров 5 на расстоянии 10 метров. Давайте сделаем еще один замер на 20 метрах и посмотрим, сколько у нас получится на таком расстоянии. Пишите свой вариант в комментариях, а я буду измерять. Тут у нас почти 20 метров, и это практически максимум, на котором видна линия этого излучателя у меня в помещении. Ширина линии получилась порядка 2 сантиметров, то есть примерно 20 миллиметров. Я делал еще один замер на расстоянии 7 метров, и у меня получилась толщина линии примерно 6-7 миллиметров, где-то так. Путем несложных расчетов можно получить, что толщина линии увеличивается на 1 миллиметр, но не на каждые 5 метров расстояния, как нам обещали, а примерно на 2, максимум на 3 метра расстояния от прибора. На мой взгляд, это слишком много, поэтому получается, что на расстоянии 10 метров, на которые производитель нам предлагает использовать этот прибор, у нас толщина линии получится около 1 сантиметра, ну там, может быть, миллиметров 8, а это уже никуда не годится. Также важным, на мой взгляд, параметром является угол, на который у нас разворачивается лазерный луч. От этого зависит, на какое расстояние нам нужно отойти от поверхности, для того, чтобы можно было использовать вот этот вот лазер для разметки. Я сделал вот такую вот коробочку, нанес на нее сетку, здесь у меня 15 сантиметров, а здесь, соответственно, 10 сантиметров. Давайте посмотрим, на каком расстоянии от этой плоскости лазерный луч разворачивается, соответственно, на 10 и на 15 сантиметров. Прикладываю линейку и начинаю двигать наш лазер, чтобы увидеть, как сходятся лучи. Вот тут у меня получается примерно 15 сантиметров и расстояние до плоскости составляет 52-53 миллиметра. Двигаю еще ближе, 10 сантиметров и, соответственно, расстояние до плоскости около 32-33 миллиметров. Если не учитывать погрешность измерения, то можно взять за основу, что соотношение расстояния до плоскости к ширине луча составляет примерно 3 к 1. Ну, где-то 33-3,3. Соответственно, если вам нужно получить линию шириной 1 метр, то вам придется отодвинуть вот этот вот лазер от поверхности на расстояние 30 сантиметров. Это нужно учитывать, если придется делать разметку в каком-либо небольшом помещении. И хотелось бы отметить еще один нюанс. На некоторых интернет-площадках пишут, что у этого угломера есть функция самовыравнивания угла до 4 градусов. Якобы его можно использовать как полноценный лазерный уровень. К сожалению, как я не пытался его использовать, вот вы можете сейчас видеть, я наклоняю его на небольшой угол, но никакой компенсации угла на лазеры не происходит. Я пытался искать в мануале, но, видно, производитель забыл, что оснастил данный прибор этой функцией, поэтому никакого упоминания о том, что у него есть функция самовыравнивания в мануале нет. Так что это все-таки не лазерный уровень, а просто лазерный угломер с функцией, вернее, просто угломер с функцией лазерной разметки. Его, конечно, можно использовать как уровень, но для этого его придется сначала вручную на штативе выставить точно по уровню, по горизонту, и тогда можно будет использовать его лазеры для разметки, что, на мой взгляд, будет крайне неудобно. Поэтому, если вы решили, что вот таким вот прибором можно заменить одновременно и угломер, и профессиональный лазерный самовыравнивающийся уровень, к сожалению, у вас это сделать не получится. Пишите свои комментарии, что вы думаете об этом приборе, понравился он вам или нет. Не забывайте подписываться на канал. Если вам понравилось это видео, ставьте ему лайки. И большое спасибо всем, кто досмотрел его до конца. Фондю любит тебя!